Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Доктор Дуф, и мы продолжаем проходить прекрасный мод «Князь Света и Тьмы». Мод на «Старушку медь 2», то-то-ло. Мод про ЖДЕ-БДЕ Александра Невского. Не вот этого мужчины Ярослава Умного, а вот этого великого князя Александра Невского. Необычный мод, классный, классный, очень интересный мод. Необычный тем всякими условиями, для выполнения которых нужно продвигаться дальше. Например, из купцов тут есть знахарь, обязательно нужная вещь, потому что если ваш полководец или сам Александр участвует в битве, то он в прямую смысле участвует в битве, прям крошит-крошит врагов, то он может получить ранение. И если нет знахаря на вот этой вот бутылочке, на лекарствах, лекарствах, порошки и снадки, если там не стоит у вас такой купец, который автоматически на следующий ход превращается в знахаря, вот в такого ведуна замечательного, то ваши военачальники будут ходить с ранами, да, у них будут трейд раны. Потом будут трейд тяжелые раны через 3-4 хода, потом через еще 3-4 хода будут очень тяжелые раны. Хе-хе-хе, можно так. И он вообще будет перестанет ходить по карте, он будет там ходить как катапульта какая-то, не до катапульта, то есть катапульта без колес, он будет вот так вот ходить, ползать, блядь, будет. Поэтому ведун нужен. Ростовщик, это тот самый... О, а что вы такими голову морочите? Ну, он таки предлагает взять немножечко в долг, чтобы через 10 ходов отдать 4 тысячи вместо 3 и так далее. Все очень просто, если вам нужны бабосы и вы чувствуете, что потом вы сможете что-то отдать, вы можете взять. Это Киев, Новгородский банк. Но у нас сейчас нет с этим проблем, поэтому брать мы ничего не будем. А вот такие пирожули, да. Есть тут виду... В общем, класс, класс, класс. Плюс я поставил сейчас, помните, тащился мой купец на железо, он нужно было для того, чтобы сделать технологический рывок. Технологический рывок дает разные трейды и всякие бонусы. Например, генералы получают какой-то трейд, там, минус какой-то процент денег на строительство, там, да. Ускорение передвижения, там, ну, типа, изобретение колес, там, и так далее. Ну, так, условно говоря. Поэтому мод очень симпатична в этом плане. Плюс тут есть, конечно, проблема. Каждый раз я об этом говорю. Нельзя нанимать просто так крутых ребят. А они тут, поверьте мне, пипец крутые. Ну, они стоят дофига, и содержание тоже. Гридни, понимаешь, там, старшие дружины и так далее. Нельзя их так просто нанимать. Без, пожалуйста, вот, без того, чтобы не... Нет, не здесь, здесь, вот. Слыхали? Молодшую дружину князь набирает. Вот, где деньги взять, понимаешь? А эти бояре начинают барагозить, мол. Барагозить. Если вы ставите, ваша, так сказать, совет господ недоволен, блядь, бывает вами. Если она будет до нуля, вам все, игра проиграна, поднимается. То есть, вот такие вот. А, конечно, можно их нанимать, но это, во-первых, удар по казне серьезный и так далее. В общем, короче, мод, я вам говорю, я сейчас в него поиграю, пройду, наверное, кампанию полностью, а потом сделаю полноценный обзор. Не тот обзорик, который сейчас уже есть на канале, он получился такой поверхностный достаточно. Я был удивлен модом, который я увидел, мне очень понравился с первого взгляда, скажем, влюбился в него. И, естественно, я сделаю полноценный, хороший, плотный обзор на него, на этот мод. Прежде всего, для тех, кто хочет в него поиграть, кто в него не играл. Ну, у нас ход, все, продолжаем. Так, у нас здесь верховный госпитальер Вильгельм Гискас. Хотел сказать Гинкас. Такой режиссер, ненавижу. Такой мудак. Ну, по жизни. Причем, он может и хороший. Ну, так относительно. Если говно у него. Ну, как человек, он дерьмо. Вот. Давайте мы убьем этого купца. Вот это знахаря, между прочим. О, отлично. Нет, теперь знахаря у ордена. Может, потом и появятся, но знахарь у ордена нет. Это значит, что их молодцы, вот эти вот, да, курты. Блять, сплажные курты. Курты и Филиппы. Или как их... Так, здесь у нас нет руководства никакого, да? О, а, нет. Нет, не успеет, надо идти. Тоже не дойдешь. Естественно, тоже не дойдешь. Коллег мы убивать не будем. Это мне... Нихера не... Не благородненько. Так, оставайтесь здесь. Так, у меня тут убийцы, тут решают пипец. Ну, в моем случае точно. Сейчас я до записи убил купца по пути, который шел. Видимо, разорят меня, потому что все захотят разорить. Здесь все хотят казанного ордена, который мы взяли в прошлой серии. Поэтому я, пожалуй, здесь поставлю убийцу, чтобы никого не пускать. Убийца у меня здесь, мать его, серьезная очень. Прям молодой наемный убийца. Яд есть, все есть. Очень крутой хрен. Гений просто. Клинок возмездия. Технология, между прочим, да? Это то, о чем мы с вами говорили, да? Технология. Должен быть рывок скоро, потому что и железо, и дерево есть. Что будет следующее? А я не знаю. Попросит. Монгол. Пока не приходили. В прошлый раз, когда пришли, взяли торжок, побарагозили там немножко и ушли. Больше я их не видел. Посоветовал мне подписчик Ролан. Намечательный Ролан. Поставить башенки. И я совершенно согласен. Теперь в условиях стабильной экономики, которую дала нам казна ордена. Плюс, ах, вот, плюс не бессмысленно расставление и траты ресурсов, набирание всякого дерьма в виде юнитов подряд всех. Я, пожалуй, могу воспользоваться уже и услугами от этих ребят нельзя выдвинуть. Тут тоже, видите, два персонажа, княжичи. Они вот сидят и никуда не выходят из своих сторон Новгорода. Не выходят. И не выйдут. Здесь заказали. Ревель. В Ревеле у меня сидит Родослав Иванович. Чувак, который женился на... На женщине по залету. Со слабым передком. Слабый передок, ё-моё. Минус у полдавитой жены. Слабо на передок. Может... Он получил... Ай, твою мать! Он получил. Он получил трейд рогоносца таким. Я думал, не получил. Получил. Всё, он рогоносец. Родослав Рогоносец Иванович. Ай, надо было не женить его по залету. Зато полдавитая. Ну, может, наследника сделаться. Да. Добропорядочный он, да. Видишь? Эх, жена, жена. Минус 10 авторитета. Твою мать! И так плохо. Так плохо. Его же не уважают. Его же солдат. Минцерик популярности. Ой, это плохо. Рогоносец. Бедняга Родослав Иванович. Вот что значит жениться по залету, да? Сейчас сам себя подъебал. Ладно, ну что ж. Купца. Купца. У вас садрится гупца-отца. Конечно, конечно. Есть у нас купец. Ещё один. Да, может, и здесь ещё тоже. И в Маринбурге, да. Купец как раз сделаем из нахарей. Замечательно. Ну, ход. Я думаю, ход, ход, ход. У нас практически все готовы. А вот и нет. А вот и нет. А вот кто у нас тут? Четыре мэна. Четырёх мэнов разгонят вот эти. Нет. Давайте вот эти обычных возьмём. Кловных. Вот уж куйники, например. Может, я сейчас получу кого-нибудь? Победа. Популярность получил я. Это, кстати, полезная вещь. Просто делать победы. Это... Во-первых, я с Литвой улучшил отношения, потому что дал здесь зюлей каким-то мэном. Нехорошим. Которые, видимо, безобразничали здесь на территории у них. Прямо сюда могут уж куйники добежать. Прикинь. Прямо сейчас. Ну, правда, он, конечно, не справится. А давайте. Давайте на автобой. Чего? У меня тут всего панков дофига. Возьмём вот людей, которые мне не особо нужны. Попробуем. О-о-о-о, братан. Тут регулярная армия. А я там, конечно, аж повёл хер знает кого. А чё я отступил? Отступил, ещё, видимо, и проиграл. Ну, отступил, значит, отступил. Значит, не свезло. Надо было, конечно, провести бой. Заочковал. Ладно, если на меня нападут, будут защищаться, может, получу кого-нибудь. Какого-нибудь там добровольца, хотел сказать. Блоководца. Конечно. Конечно, блоководца. Кого нахер добровольца? Так, потяну-ка я ещё одного священника, да? Надо. Нужен мне ещё священник в монастыре. И заказать мне надо благословение. Ну, это на следующем ходу я. Вот эту залудю. А, нет. Залудю где? Ведь храмчик надо где-нибудь замудить, и тогда можно будет... Нет, не здесь. Синагога. Это немножко не то. Синагога даёт ростовщика. Вот этого мэна. Он реально может дать денег, долг, да. То есть берёте три, надо возвращать, правда, четыре. Но через десять ходов. Если очень острая нужда в деньгах, то, конечно, надо бы воспользоваться. Это такой кредит, да? Как там дурацкая такая реклама в серии была. Там дадим деньги, да-да-да, и без лишних вопросов даём деньги. Тара-та-ра-та-та. До зарплана 30 тысяч, без проблем. 50, всего лишь 15 процентов ежедневно. Вот потом и попадают люди. Жёстко. Не берите кредиты вот эти, краткосрочные. В контор, без паспорта, за три минуты. Не берите, блядь, прошу вас. И в Тинькофф банке не берите кредиты. Да вообще кредиты старайтесь не брать. Потому что это вещь такая... Чреватая. Говорю вам, человеку, которого два кредита, блядь. Сука, прав слабо ходить в Сбербанке. Да, надо это сдавать. Если таким боком выходит, нет. Погнали! Хватит скулить. Борьба, борьба. Ну смотри, какое, а. Ну и что мы будем делать? Ничего не будем делать, да? Опа! Курт. Практически раз упошел. Хорошо. Опа, еще высадились. Ее-мое. Олд, кстати, ордена. Орден тут на самом деле высаживается постоянно. Но он такой... Они такие ложовые, честно, ребят. Они такое говно все эти... Удивительно, правда. Прямо реально удивительно. Насколько говно сделали из Тевтонского ордена в плане войск. Очень слабые. Ну что ж, у нас 29 косых. Плюс идет, слава богу, княжечи Пьеров, велика княжечи Пьеров. Все прекрасно, прекрасно. Было сколько? 23, по-моему. 23 плюс 20. Девочки, великолепно все по деньгам. Спасибо торговцам, спасибо князи. И то, что войск у меня вроде бы много. Да нет, у меня немного, но в основном дешевые все войска по 50 содержания. 50 содержания! Это охренеть просто. К сожалению, я не могу нанять много гридней, там всякой фигни. А то там боялись, все охреняют просто. Велика княжечи Пьеров. Велика княжечи Пьеров. Намечается в вашей столице с участием дружины и знатных бояр. Хотели бы вы организовать княжечи Пьеров? Это будет стоить вам 100 рублей. И 30 пищи. Плевать, пища все зашибись. У меня везде там рыба, там всякая фигня. Там свиньи, бобровые гоны. Все есть. И 100 гривен. Ну вот, а вот тут нет, все. Жалко денег. Хе-хе-хе. Но вам, даст вам и вашим подчиненным расслабление, отдых, популярность и знати. Хорошо. Отклонение Пьера даст негативное влияние на ваших подчиненных. Княжечи Пьеры проходили с участием дружины и знатных бояр. На Пьеру играли гусли, веселили гостей, скоморохи. Которого я шваркнул, кстати. Вот там есть КВС. Все в обзоре. Все, все. Все сделаю в обзоре. Вот, конечно. Во время Пьера блюда князю и гостям приносили стольники. Стольники приносили, а они их убирали в кошельки. Хе-хе-хе, стольники. Конечно проводим. Ё-ма-я, за 100 рублей-то чё. Фанатосы опять приплыли. Фанатики религиозные. Я видел, он на корабле выстрелился один такой фраера. Опять приплыли. А они, видимо, это... Да, конечно, золота, хорошо. Зима. Технологии. Е-е-е. Благодаря покрытии технологии вы получите возможность увеличить свои доходы с полей. Есть. Новая заданница. Заданница новая. Черников, понимаешь. Э-э. О, вкладушки. Казна. Ладно, отлично. Простой народ прям счастлив. Счастлив. Бояре тоже такие, ни хера себе, сколько у нас за бабосом. Гостевой сбор. Это мы сейчас решим. Это мы сейчас тоже посмотрим. Княжь Чипир на славу прошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Замечательно. Взять фильм за основу. Вот здесь вот отрывки из фильма «Князь Невский». По-моему, старый такой фильм. Прошел как-то он так. Я его в кинотеатре, кстати, между прочим смотрел. Ну, такой нормальный, в принципе, фильмец, где он, по-моему, шведам на Неве дает весь дюлей, по-моему. Там это основная тема. Было не дефтург, с видами. По-моему, со шведами замес. Ну, такой нормальный, в принципе, фильм. Так, гусли, бабосы, давай. Да, воодушевляем. Нет, не вышло. Блин, не получилось. Вот тут я советую, советую, наверное, перед тем, чтобы постоянно было. Да, просто, ну, я не буду сейчас это делать, конечно. А вообще, советую сохраняться и пробовать. Загружаться, чтобы каждый ход у вас был халявный совершенно содержание. Очень неплохой отряд охотчих людей. Правда. Тевтонцев здесь сделали какими-то абсосами. Прямо они абсосы дикие. Дикие абсосы, по сравнению с нами. Братья Меча Проднича, но им тоже дают звезды лень. К сожалению. Не знаю, почему они такие абсосы. Их очень много, но они абсосы. Вот было бы их, по идее, их должно быть мало. То есть, там, самих рыцарей мало. Там должны быть вот такие придурки, там, да? Которых обслуживают, да, рыцари? Не рыцари, а слуги. А рыцари. Но сами-то рыцари очень крутые. Хрен это, по идее. Наверное. Может, я что-то буду. Их мало. А тут прям как будто, я не знаю, как зерки какие-то, не знаю, постоять. Это, конечно, недоработка мода, нереальный реализм. Это, конечно, нискоречки не делает мода хуже. Просто примите как данность. Тевтонцы и Салсут. Здесь. Один на один, там, да? В армии. Так, ну что ж. Можно, в принципе, попробовать Мариенбургской армии. Вот прям вот этой, кстати, с этими абсосами. Правда, у меня не так много людей. Дать вот этим вот Курту. Ну, Курту я сейчас швартну, наверное. Да, естественно. Да и здесь швартну тоже. Ха, как вообще никаких проблем. Ой, ой, ой. Ну, вот они. Три пачки почти целые. И здесь еще, считай, два стека. Без генералов, правда. Ну, вот что и как? Вот что? Как что они хотят? Что они хотят? Ай, возвращайся в Дюнамург. Все, дорогой. Гостевой сбор. Совет господ, который сейчас на вашей стороне, предлагает пополнить казну княжечью и вставить гостевой сбор для проезжающих купцов. Да, давайте. Прокатило? Да, на вещи согласились. Вели друг дружке рожей и согласились. При мудрости Соломоновой необходимо 10 единиц опыта управления. Так. Это следующая технология, что ли? Затратить 10 единиц опыта управления. После того, как эти технологии будут изучены, все ваши генералы получают дополнительные навыки управления. Класс! Минус 30 стоимость найма агентов. Плюс 5 справедливости. Плюс 3 к авторитету общественных законов. Класс, класс. Будем изучать. Будем изучать, конечно. Жестокий убийца. Какой-то у нас. Да, он уже пипец просто. Ох, хрень, хрень. Ну, так уже десятка у него. Ну, доклад. Это тоже глянем. Доклад о найме. Не такого уже много, как раньше. Великий князь. Суровый господин. Мягкость вопрочить с людьми следует для того, как мало жестокости в этом человеке. А это что, типа я? Жестокий, расчетливый. Вот. Правитель не понимает технику. Отлично, блядь. Вот, видите, в последнем штурме вступил в рукопашную и получил шрам. Минус 4 здоровья, минус 1 от атаки. И вот нужен лекарь. В данном случае у меня он есть. Он этот, на следующий ход, по идее, он должен убрать. Не знаю, почему он сейчас не убрал. Но он должен убрать этот трейд. За счет лекарственных трав. Неугомонный гений имеет шрамы. Гений, это хорошо, да. Смельчак, отмеченный, суровый, нерелигиозный. Очень странно, ведь я... Почему нерелигиозный? Ведь я постоянно строю храмы. Ну, церкви и так далее. Полный предрассудков. Надежный в обороне. Ну, да, согласен. Хороший оратор и набожный. Блядь, вот вы... Господи. Набожный и нерелигиозный. Кришнаиту, что ли? Вот сейчас я должен быть религиозным. Может, здесь побыть надо, чтобы построился? Два хода, и тогда я буду религиозным. У меня был, по-моему, заданец взять чернигов. Да не, ребят, ну ё-моё, это... В обмен можно предложить менее ценную территорию. Я понял, но... Ну, чернигов-то они нам не отдадут. Не отдадут нам они, чернигов. Вы чё? Посол-масол. Где-то у меня есть посол. Нет, нет, послана, посла делается. А ей посол должен быть у меня где-то. Да ну... Не, ну... Ё-моё, чё делать-то, а? Как быть-то, блин? Как, блин, быть? Какую я территорию могу? Ревель предложите? Ну, могу предложить ревель, его отобьют потом. Хорошее место ревель, между прочим. Ну, а дам ревель, например. Ребята, ну вот тут мне очень приятно. И, в принципе, в обычной игре можно было бы на это забить. Я имею в виду... Так, жидный лют, жидный лют. Мне много построено, так, опция из Борс, Великие Луки и Маринбург. Можно было бы в обычной ситуации забить на это задание. Но ведь на это влияет совет. Совет ко мне будет херу относиться. Ну, я не хочу, бля, вот этой фигнёй заниматься, честно. Прям вот не хочу. Честно. О, 4600, а тут чё так мало? А, тут казнократ у меня сидит. Вор, блин. Вор, ё-моё. Поэтому налогов нет, и мне его не убрать. Самец. Самец и вор. Так, ладненько, сейчас определимся. Чё будем делать? А сейчас надо по стройке пройти, пройдём по стройке. Ну ладно, всё-таки надо, раз уж показывать мод, так и стройки тоже покажу. Ладно. Да, покажу, покажу, покажу. Так. Простите, пауза небольшого у меня была. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Давайте церковь поставим, нам на радость. Сами знаете. О, Смоленск улучшился. Оу, yeah. Мощные дорожки. Доходы торговли. Класс. Давайте дороги первым делом. Псковья. Хочется заимка. Надо, конечно... сельское хозяйство дает больше бонус ставим в изборске ну тут деньги есть давать постойте если она а ну ладно в тому время надеюсь будут бабки хорошо я попробую может купить у них если у меня также деньгами все будет порядке велики луки новгород да давай кавалерию монастырь тоже надо вот это ставить ладога ладоги бордель конечно маринбург дальше подешевле из бузнахаря в маринбурге сделаем пока пусть будет из бузнахаря недорогая в докшицах тоже из бузнахаря торжке числовенько отлично порадуем папу динобурге уже построилась а чисто когда значит все чистоенько построил динобурге стал верующим да вот эти давай полячь того меньше 19000 если у меня будет если у меня все-таки плюс идет меня еще понимаю пока если будет за 20 попробую я там может выкупить поселение все бабки отдам заодно если что займу еще денег у расставщика может и пойдет и подумал я еще такую штуку сейчас пока ходил сморкался хихи продать из-за подробности это же убийца начальник стражи 95 иди-ка ты вот все нет нету больше у нас начальника стражи а это у них убийца такие да фридрих это я чук-чурю ха-ха еще один есть ничего убьем его притащу к я знаете что я возьму стек ну вернее возьму какой-нибудь вот этого вот этого парня например и он вот со всей вот этой тусы предположим да подкрепившись не младшей дружины все-таки до этого достаточно принципе он и пойдет у меня сюда встанет понимаешь и я напихаю в него торг купцов и не будет у меня проблем никаких абсолютно а с этой тусовкой вот носит целый стек придет конечно будет тяжко но все равно они крутые они выстоят рискнула эту авантюру заберу заодно вот этих парней еще пути пойдем вот так вот да бог с ним понимаю что это немного немного авантюра но раз два три проход у нас есть через наших друзей поляки поляки тут рядом с немцами я немцы где-то здесь вообще немцы далеко поляки рядом посмотрим чем может этот станут ли кто не придет ко мне надеюсь проведу эту авантюрку попробуем давай братан у тебя возлагается серьезная задача если он то встанет тут же все купцы побегут к нему тоже там прям ну реально 1822 это были круче чем золото который здесь на 1000 здесь правда 1600 между прочим золото дается тоже неплохо так еще идет и давай давай от спокойно спокойно здесь 400 маловато маловато ухты 1134 ни хрена себе а чё так ты говно а ты говно ты не говно видимо да да ты тоже говно но тут нормально денег серебро еще не забудем на серебро послать парней которых я сделал свежих где 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 вот в изборске ты едино серебро 850 давай беги так этот купец у нас встает и становится знахарем вот молодец сейчас посмотрим что у нас еще ходу за встать так вставать сюда подход на мед мед над нельзя отдавать потому что как только на мед ставился чужой торговец сразу негодование негодование сразу бояру всех простого люда не все недовольны что торговля медом идет не нами не дали ведет с торговли медом давайте то что-то эх блин посмотрим через это выйдет ну а на этот ход что у нас получается выходит наш бравый сашка из дюннабурга строить никого на никого строить вот так присоединяется к сашке вот эта тусовка подходит ставим тут башенку на всякий случай давай сюда ну что там блин ха-ха так надо порочить всяких разных мадамов все остальное сюда встал может какой-то персонаж интересный что нам делать с ригой теперь а рига рига рижская поле не смогу я ее взять но можно дать бой вот этой тусовки давайте дадим бой сейчас в этой серии заодно посмотрим на кисель благочестивый глянем как выглядит собственно сам этот кисель фух с богом а нам еще и литовский какой-то командир будет помогать вот по этим в разницу у них стек и у меня стек меня стек как бы в принципе но если не считать гридней но еще богатыри есть правда они по убийце конечно игре не тоже крутые плюс два генерала у него генерала конечно нет но у нее тоже полный стек ну но полностью говна да посмотрите ну что это и вот рыцари да рыцари крутые пешие но ими займутся либо богатыри либо гридни либо сам субсидоров налетит на кавалерия пикинеров много бергеров тоже говно посмотрите короче здесь хотя вот братья меча вроде неплохая броня ну не знаю вот пешие полу братья неплохая броня мы посмотрим через это выйдет сейчас проверим поехали вот мы и здесь мы подождем мы подождем и моего чего конечно еще разок чтобы совсем не было снега хотя и зима ну ладно все небольшой туман кто то понятно значит у нашего владыки а митрополита какой она красивый мэн а вот наш гида не одинаковые я так думал хе-хе-хе-хе но много хочешь велик много хочешь так митрополит митрополит в боях будет участвовать между прочим никто никого не убегает друзья мои на стрелков у меня очень хороший карельская пехота который дальний бой постойте а это не греет они чуть это другие ребята не похоже немножко но ничего то выставляемся отходим и берем так странно что смоленская пехота не нет против кавалерия на вот ну хоть кого-то нашли против кавалерии значит надо все таки 200 содержания дорогие но их на нанимать тоже против кавалерии у новгорода считай практически никого и нету по большому счету на удивление никого нет так вот так выставляемся наши ух ты ж 222 полка богатырей у моя куда так надо всех александр передать все-таки крутые ребят они пипец крутые ребят их надо из путь очень точечно использовать они как тролли даже круче как драконы у дейнерис а если что гридни надо выставить вперед поэтому вы отдельно будете флагом эти а вы и есть первые есть первые да конечно да 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 не гридни а этих успеем карельскую пехоту ну вот они вот так вот и стоят ну чтож да ну давайте давайте наши боковушки не зачем то что надо чуть-чуть так выходим закроем немножко фланг с этой стороны сразу сашка поскачет туда это парит сразу поскачет сюда ваша задача заходить в тыл ваша задача а привлекать кавалерию на надо давайте его отбегаете разумеется к бегом друзья мои все бегом делается немножечко пиком держим держим строй разумеется здесь пока надо держать строй держать не разбегаться чувак приходит у него много отрядов но он а а ливонские арбалетчики замечательно ну и стрелять и по моим этим карельской пехоте 1 тем более 130 стоит еще в ней нету а май не достреливаются не достреливают ребята ведут стрельбу все равно идет противник идет бюргере между прочим ну сначала атакует и искусственный телек очень здесь очень здесь интеллект я пока не понял все-таки не круто потому что вот этот вот а маневр который сейчас совершает мои ребята я бы сказал то ну блять это надо но как так то ее мое да и все побежали просто вот ну да давайте ну вот совсем тупо к нехты чего не понимаешь что ли что сашка их сейчас снесет нафиг просто снесет местное ополчение сейчас тоже полетит у меня братья меча вот на них надо конечно братьев мечей надо сносить так давай кого так у союзник ты мой дорогой ребята под обстрелом вот естественным убили командиром очень легко пешка к нехты это все это говно все конечно же так ну друзья по удалив конечно сюда бегом только до бегем бегем бежим 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 так это что пешие полубратья ну атаку переходим переход тоже в атаку полубратья серьезные ребята остальные стои схлестнулись там схлестнулись так кто у нас местное ополчение копейщики ну вот на местное ополчение в принципе да добивает уже к некто в твою мое так тут братьев маловато осталось тут ребятам достается от вершин кстати полубрать так отходите отходить есть у меня одна идея вся одна идея вот это вот до сюда вот братьев этим утопить в спину давай давай так неприятно отход 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 и на братьев мечей потом так вошли побежали здесь тоже побежали бунтуют сломлены продолжаем движение конечно же конечно же так здесь на братьев мечей против мечей тоже прицепно же сам протачить все бежим бежим конечно все сейчас я снимаю отовсюду все они все сломлены конечно по генералу у них я убил на бюргеров спикер можно уже бежать тоже всем смело все идут в атаку так я атака не использую свою своих крутых мэнов не вижу в этом смысла снять бюргеры спиками не надо на бюргеры спиками не надо бежать так ты отступил куда напал на братьев мечей ребят 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 давайте давайте не стоим не стоим на пешк рыцари конечно отошли до бюргеры спиками это не интересно а вот местное ополчение то что может вот так вот да давай на место вот хорошо зацепились зацепились бюргеры теперь они нам не мешает можно на место налететь ок братья меча погнали да рыцари и что были 36 осталось или было не очень понимаю ой бюргеры сдавайте бюргеров гоните гоните в лес и конечно все будут условными кто-то опять расслабился ну и все гоня по максимуму конечно надо их гнать гнать по максимуму по максимуму по максимуму отыгнать жрать жрать по максимуму жрать по максимуму не расслабляться элитка моя не участвовал в битве но видите здесь несмотря на то что высокий уровень сложности с с боевым духом конечно очень плохо здесь у тевтонцев до тевтонцы здесь какие-то ну лохи они не за не брут количество мне кажется недоработочка небольшая в моде как по мне все таки потому что те же самые литовцы когда борются с тевтонцами да те же литовские обидно было аж на одном входе на одном входе был видно как небольшой литовский отряд видимо с полководцем там два-три человека или может даже больше этих отрядов было но они все были мало спокоцаны да там практически вообще не было отрядов то есть ну считай пипец и они и на них нападали постепенно вот ордынский отряд до ордынский сказал тевтонцы подарите в том сам и тевтонцев было больше реально по количеству как минимум было больше и у них преимущество было в количестве как ни крути все таки они все равно вот нам даже на автобой они отсосал потом следующий отряд который пытался этим плитовцев загнать примерно тоже больше количеством таким же примерно как и первый отряд тоже от сосал потом 3 и 3 наконец все-таки разбил то есть получается что численное только числены и вас поскольку тефтонцы в этом моде как-то может сыграть какую-то роль потому что так сами по себе они ну познают а дикость какая-то гулять ну дикость дичайшая просто такие абсосеры ужасно не стоим не стоим себе как полководец наш молодец братья меча ну братья меча вот они или в битву было видно что они могут что-то сделать опять таки тоже побежали быстро потому что полководца и грохнул всех разогнали да здесь понятно все с отрядами сети все ясно ну вот я потерял 220 в бою именно в рукопашке в основном немножко потерял этих ребят при обстреле арбалечками ну обстрела я вас подставил пацаны карелы простите просто и вас немножечко поставил подстрелы дабы они не бить в обе хоть ну и чё и вот и все и просто считается т.к. нет ст.к. нет просто потерь никаких прям эльфы какие то есть у меня еще был хотя бы один отряд эльфов акупатерь бы не было вообще элитка не участвовала я не стал ее вводить бой хотя там было против кого те же самые рыцари пешие душе группы и победы но не такие вот так вот а литовцы даже ничего не сделали выкуп 4 888 да да выкуп мы дадим потому что деньги нам сейчас пригодятся для решения еще один раз их нагнули еще раз на пирте благо есть кем есть кем то что ну здесь у меня же стоит производство то есть только два стрелка здесь три пожалуйста да вот так вот надо делать его джетный люк например тоже как бы фуфилы но вот них атака 20 умер на тебя до стандартные ребята вы пожалуйста вот тебе и 6 отрядов щитоку стек есть делать надо делать делаем я думаю что сделать конечно арбалетчики 14 9 4 строго болельщиков давай-ка мы сделаем сейчас уже 6 12 отрядов сашка прописать ли мне сашки бою вот мы значит разбили здесь ты куличку может сразу смело сходу вот и еще на эту напасть по идее кто-то к нам подошел за по моему во время хода я вижу что ты здесь подошел ошибаться выйди посмотри мистер крестьянин я никуда не пришел казалось так рыба ушел рядом со шлюха это сказать рядом с женщиной легкого поведения и низкой социальной самооценки лучше не стоять от греха подпиши реку пусть и взять ригу чтобы совсем вообще покончить с этими делами так стоит и здесь так а нет стек только в риге сразу не возьму могу могу напасть на один отряд вот на этот к ним придет помощь вот это из риги я бы могу нагнуть их да давайте раз уж берем чуть получше у нас нет наверное все таки ригу будем брать следующей серии все-таки я решил брать в этой серии от их разогнать поставить сюда вот этот стек поставим сюда чтобы никто не мог обойти просто так нас здесь сашка проведет бой против их с ревеля родослав рогонос и рогоносец иванович выдвинется сюда на пярну на себя отвлечет внимание вот этого стека пипец столько стеков у них у них еще правды бабок до фигищи это видно да но это было как минимум я сейчас казну их забрал сравнил бы херовозь может они в содержании легкие о французский блэрд нарисе о какой говно вы как-то пипец французский рыцарь как так они должны быть крутыми идеи прелезные фанатики да это высадка новых а вот и фанатик 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 хорошо не будет фанатик давайте сразу на спорт строим дюкер выгодим их обрала пожалуйста еще еще твоего стеки немерено их и бери на ригу надо брать сейчас возьму так иди туда сейчас шо сашка дадим еще один бой конечно теперь нужно сашу он один а если у нас богатыри того богатырей у нас 1 2 3 и уртислава ивановича 4 а нет 3 значит всего три всего три отряда богатырей я могу взять по крайней мере на данный момент в игре да больше мне никого больше этих бутерем не дают отряды убийственные блять вот абсолютно ребята посмотрите но это пипец ну пипец как и даже не гном и драконы это же не тролли тролли блин видит богатырей таки думают куда я попал пойду-ка я сажу пару эльфов остальных золотых госпехах они и так не отдадутся лук хай тоже такой ну ребята где моя колода пойдем играть курить трубку все с ними я видел а вот атаку них 12 ближний бой слабенький в атаке они как будто такие как танки прям как броня потому что те же самые вот эти ребята купеческое ополчение до 22 еще и натиск купечка больше правда они против кавалерии против кавалерии у меня вообще никого нет гридни да но гридни это как бы сказать это отряд который дорогой очень нанимающийся так сказать в сопротивлении против бояр бояре очень не нравится как понимаешь все гридни старшее ополчение купеческие так далее старшую дружину младшую дружину и там все о не не деньги не тратить вы столько смоленская пехота 200 содержания при полном неплохая защита хороший ближний бой и они против кавалерии вот смоленскую дружину примут нанимать можно прям в наемниках я согласен и мы это будем делать правда есть кабель деньги вот туда смоленский давай вот смоленскую надо нанимать обязательно здесь я все нанял так нанял беги в дюнабург давай дюнабург там на дислоцируются смоленские ребята на этих можно конечно можно можно они вот они хорошие они хорошие как такая антипехотная тема тут некого нанять уже все каждый ход видимо их можно нанимать на у нас и сладали надо еще в глиндад генералов каких-то передвинуть испани у меня были пока их нет и странно что тут прям смоленская дружина ну скажи же говорю а вот здесь уж коники только здесь не донять смоленскую а здесь тоже не донять неплохо в изборске у меня народу новгородские бояре очень плохие в маринбурге тоже прям тусовка прям может прям выходить на самом деле сам сам собственно маринбургский мужчина может выйти ну чтож я думаю можно передвинуть армию сюда ты наверное кстати за без без попробовать без генерала отковать по рыцаре христа твою мать а они навалят ли мне они готовы генерала получить как выключившуюся иди в изборск 4 рубильщика в копоре прям очень неплохо у меня сейчас собирается армия для шварда слава ивановича резервная пока все в порядке с деньгами будут на удивление держится содержание легких отрядов не хватает вот этих ребят жидные люди хорошие парни хорошие очень симпатичные и новгородское ополчение если меня нету новгородского ополчения вот купеческая вот купеческая 150 эти 160 что-то странно они они содержание дороже их 120 120 а по характеристикам явно хуже явно хуже купеческое ополчение прям огонь да конечно как и вот это и новгородский бояре я есть продолжает продолжать строительство клетки всего две жалко ничего это это поправимо до жидные люди таки подороже стоит содержание чем те же самые купеческой ополченцы сделайте вывод друзья купеческое ополчение это еще два года до общаться ищусь и купеческое ополчение плохой удар нормально пока терпимо и попробуем мы наверное знаете что сделать старшую дружину уберем все таки ибо это отряд скажем так для александра корея а тут есть я постреляешь постреляшки двое только маловато для пострелушек младшая дружина есть и оперный театр есть 4 4 пострелушки есть давай придите правительном городом и так вы справитесь ребят я верю вас без без например на пойдет нет секвой знает секс это тут тоже не не вся дать проведем бой проведем проведем попробуем не проведем не попробуем какая разница задел сделал тебя вот это надо разбивать разобьем следующем ходу и хотим сказать так маринбурге есть уже пришли тоже все в порядке строится деньги терпимо авантюристов авантюристов идет все интересно идет хорошо купец 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 молодец а еще один купец мне должен быть мне еще должен быть купец в изборске нет не на бурге нет где весь в витерске нет тактик дождь нет так улежу строго трех человек в хольме все все ну с проверим что у нас тут по деньгам по деньгам габза у нас полная вообще по 39 33 надо подумать о сокращении количество войск ну ладно сокращать будем сокращать даже вот агент есть были священник летописец летописец священник ну иди вещает 70 православие хорошо здесь 49 стоит у нас чел медведа свин хотел сказать а вот время у нас прям беда беду да нет не беда все нормально давай сюда вот в пярну всех отпярни там по-христиански здесь двое нафига нафига скрощай бюджет не надо больше монастыри вообще никого нет кстати между прочим для бери не хочу а надо ли вот вопрос действительно как и в деревнях деревня кстати можно нанимать народ деревнях можно будет генералами нанимать народ сейчас даже продемонстрирую вот пожалуйста заходим наш деревню а по нанять ли ополченица стя нанимаются крестьяне заниматься крестьяне стоит по моему вообще они обязательно проверим вот вот таким макарами все-таки сохранюсь да ну что мне сейчас они не нужны крестьяне нанимаются я проверю ать ах как извините ребят вот ать хотите ли вы нанять крестьян я говорю ну и сука если зашел конечно хочу и крестьяне ополчил долю бьют как же детишки тоже кормить то будет вот они появились появляется собственно ах ты ж мать у меня полковой с халявной появляется у меня просто один уже я так нанял когда на меня полезли они нанял купца который стоит значит на сколько у тебя содержание это братан 117 держания а у нашего парка сколько содержание и сколько лет 40 кет 40 кет тебе лет 21 и содержание у тебя 374 а я жили на тебя нападут у крестьяне то тоже содержание это такое так себе иди-ка ты братан вот сюда встанешь ты вон там вот понимаешь на золоте злате будешь там чахнуть ладно чтоб тебя убили беги как а решил нанять ну ладно пусть будет блин тоже дофига денег приходит на них крестьяне фуфельские примерно как тевтонские рыцари бегите все друзья мои ход опа 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 папа а я думаю что с купцами не так вот что с купцами и так у меня мистер купец молодец без без толку понимаешь стоит письку дергает свою так все на серебро один уже у меня пошел более брать нехрен по моему ну иди значит на мед хотя чё на мед зачем на мед идти сразу к нашему шалашу сразу куда соль 415 между прочим пока туда сходи подкачайся авантюрка пройдет мы прямо отсюда отовсюду отовсюду снимем вас ребят честно с ними 20 купцов на золото это как 20000 все проводим бой и в следующей серии я думаю надо будет наверное брать реку не проверим нет не проводим проводим ход проводим ход конечно опять какой же я с и клево все время сейвлюсь от да ты прикалываешься сделаем хитрый ход конем да вот как решил пойти шансов на тело вы посмотрите просто это смешно здоровенный стек и здесь здоровенный полустэк да как бы не говно между прочим по идее по идее да не говно говно я погорячился да какая разница 1 на 1 до 1 дает вообще командир буслайт и почему такой крутой я я не знаю что сказать мальчик маленький родился как поется в одном спектакле я не знаю что сказать сейчас навешиваю дюлей и может провести этот мега бой чё чисто я тут всех положу наверно во славу во славу новгорода может даже отсосал будет но ярза думаю прорешу их ряды прям по черному а давайте чё я правда мало как-то категории сейчас глядя на карте может быть а и отступлю стратегически с карты проведу бой по-другому без генерала просто без смысл ну давайте посмотрим сейчас когда нам развернуться можно что у нас получается раз два три три отряда стрелков есть чуть-чуть неплохая прямо огонь ребята да урон 30 дальней они должны стоять вот так вот по центру и ну вот эти ребята основная наша тусовка все на выше ставить предположим да даже как-то вот так вот а вас повыше у вас повыше надо чтобы хотя бы поверх голов стреляли как вариант этим очень мало ребят их надо выпутай вот всех вот этих вот на один фланг они они фуфло но как минимум с кавалерии смогут справиться если что эти ребята уже встаю вот смоленское ополчение покоцанное прям пипец как может стать здесь на случай кавалерийских ударов наш полководец сзади может сдохнуть купеческое ополчение вот эти ребята сзади будут прибегать и крестьяне ну вот я вот честно как тут ушку ники с этого флаг толпой и ушку ники с этого флаг толпой и более-менее где свой люд вот как бы вот так вот ну как я вы думаете вот этим я смогу 22 армии разбить сука сильно сомневаюсь надо уходить а надо уходить серьезно ну по-хорошему надо уходить прусские лучики там всякие тевтонские всякие чудики там еще кто-то еще кто-то ну о чем вы говорите нет нет ребят надо валить кажется не накидают тут по самой не хочу давайте отходим быстро отступаем пока не там думают хотя бы на свою территорию отступим а там уже посмотрим шустрей шустрей давайте валить ну да ладно 4 что-то догонит кто-то догонит что ли а еще из фланга здесь шли до бюргеры с пиками хе-хе-хе-хе бюргерами кулистов не был никаких жалко я бы проиграл я бы проиграл ну да я бы покоцал серьезных играл хотя хрен вы знаете тут такой тевтонский орден просто не все и побежали это был совсем спешно все но двукратное преимущество ё-моё и там были потому хотя бы несколько менях не было профессионалов вообще я отошел отошел молодец в деревню дошел в деревню нападать точно сейчас не будет но будет собирать понимаю что ему качеством не справиться собирает количество молодец все правильно сделал ёперный театр прям до кулак кулак делаем тоже мне барбарос вот пожалуйста пожалуйста ребят вы виде вы сами все видели они напали на стык да они половину срубили комплекс комп воевать толком не уметь но то что сейчас произошло это прям прям это прям что-то с чем-то ой подвинули моего купца и гаси и не надо двигать никого без моего ведома литовцы осадили по моему что-то надо не дать литовцам взять рыбу все-таки моя тема как ни крути до поражение ё-моё плащи дубравы реки минус 4 плюс во всех слоях населения за поражение пожалуйста минус 4 популярности дается но бывает ребят бывает бывает поражение весна красна замечательно князь мы изучили технологию из-за того что у нас было много очков управления благодаря там казне хавчику победа все все мои все мои генералы получили дополнительные навыки управления это класс класс в следующей технологии сейчас мы посмотрим на бады технология перестяная грамота изучена плюс один к счастью в поселении вот тут даже блять технологическое древо есть охренеть просто религиозный праздник мы 2 конечно мы проводим конечно мы проводим религиозный праздник не хватает кожи пожалуйста вот следующий для следующей технологии нужна кожа кожа и казна у нас великолепная простой народ вот видите я проиграл они обиделись а вот эти наоборот красный потому что провели праздник религиозный кожа нужна да то есть на тащить на кожу торговца их есть у нас торговец да нет юмой да ладно неужели мне надо будет строить отдельно а вот и не оперный театр где там подвинутый мой пододвинутый торговец шедший вот вот чувак давай-ка на кожу на кожу на кожу давай-давай 2 хода еще надо будет жить а ты дойдешь тоже международная ситуация очень плохие со всеми понятное дело да не начинается с не с немцами воевать прекрасно набра набор продолжается в смоленский посол который пойдет нам на киев надо сразу направить нашего посла черта черт иванов слышь черт иди базарис русью может купим за 24 тонны если чего еще денег возьму витебске у нас построил синагога замечательно ставим церковь хотя надо конечно что подешевший подешевший церковь сейчас ситуация на поддерживаем глине подешевшимся рублей в холме до 420 нормально пригодится тут любая постройка она очень важна любая даже вот кожевная мастерская я уверена потом аукнется там предположим для того чтобы чё-то это у кого кого-то родился ребеночек отлично гаврия девочка видимо предположим нужно для того чтобы во всех городах была кожевная мастерская вы того получите то-то весная грамота 10 ниц и управления пергамент 5 кожи нужно и 10 ниц управления для пергамент 5 кожи кожи нет велу 5 единиц кожи и 10 управления отцветворение меру человеческий язык и источник изначально и со времени по разным причинам смеш смешение произошло в каждом роде есть городец и по разным причинам ходить при за за родовую межу и иных землях собирались себе подобными ничтя родовый закон начинает коверкать свой родной язык свой язык вводя в оборот чаромутные слова типа макдак в курсе до хайп такие чаромутные слова есть еще дураки чтобы умнее показаться перед другими дураками любит непонятные чаромутные слова в речь свою вставлять надеюсь у нас такие на ю тубе да особенно если слово иноземная сертификация хуйкация и так далее через таких людей вошло в мир чаромуте классная хрень но в начале времен на земле был единый язык чарная исты исты изначальный истотный и истотный истотный исток исток истотный язык служил не только для передачи мыслей но обладал невероятной силой ибо звуковые вибрации этого языка содержались без закона и по которым создавался весь мир начали было слово ведь и хотя все языки на земле так или иначе очаромутились на древнеславянский язык большей степени сохранил свою истотную силу первоначальный язык оляляля в общем ребят короче понятно так для изучения под тех нам воды технолог чарная из искать берестная грамота это мы уже сделали пергамент кожа нужна и виллу кожа изучим изучим ход все-таки в минусах минусы он и будем получать сын и будем все-таки получать купечество торговля купечество мало торговля мало торговля сельскохозяйства мало налоги хороший но это не спасает очень много выплат очень много выплат да надо наверное сокращать ощущать надо население поселевать блять мужики а твою мать иди давай есть у нас план по этому плану надо идти да да догонишь вот так вот да и опять в риге уже в риге стек и тут же пошел еще полустой постоянно здесь держится вот здесь они кулак собрали до пярну пярну открыт но александр например при поддержке вот этого стека может в принципе вполне и дать бедные вот этим ребятам что и сделает а наш метрополит с зубом мудрости протачит вот этот стек в поле после победы атаку это будет в следующей серии а на этом все ставьте лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал делитесь этим видосом делайте репост добавляйте ролик себе комментируйте вконтакте и любите эту игру с вами был доктор друж пока пока до следующей серии